В 2008 году Какао Entertainment, одна из ведущих компаний, которая занимается продюсированием айдола в Южной Корее, основывает дочернее агентство Starship Entertainment. И на уме 2021 года Starship уже успели создать и продвинуть такие группы, как Monster X, Gravity и Cosmic Girls. Кстати, Cosmic Girls дебютировали еще в 2016 году и 2021 году отметили свое пятилетие. И, конечно же, в том же году фанаты Starship начали задаваться вопросом, а когда же дебютирует новая женская группа, ведь дебюты Cosmic Girls прошло уже более пяти лет. И вот 22 августа Stern Youths публикует статью, в которой написали о том, что, скорее всего, во второй половине 2021 года в Starship Entertainment дебютирует новая женская группа. И плюс, в тот же момент южнокорейские СМИ запустили слух о том, что в эту группу войдет Ванен и Юджин, бывшие участницы группы ISO-1. Но Starship Entertainment решили никак не комментировать эти слухи, сказали, что фанаты просто подождите, мы вам все чуть-чуть позже покажем. И уже 1 ноября Starship Entertainment объявляют о том, что в новой женской группе будет шесть участниц, и группа получила название IVE. И в тот же день Starship Entertainment открывает социальные сети для этой группы. Starship сделали Twitter, YouTube, Instagram, но только Телеграма им не хватает. А вот у меня Телеграм-канал есть, в котором я каждый день стараюсь публиковать все самые важные кей-поп события. Если вы все еще не подписаны, обязательно подписывайтесь по ссылочке в описании этого видео. Ну, а про IVE мы много чего узнали 1 ноября, но все-таки фанатов волновал вопрос, а кто же войдет в эту группу? И в период со 2 по 8 ноября, да, вот так вот быстро, Starship Entertainment через тизер-фото представили нам всех участниц. Первой представили Юджин, потом была Гаиль, Ванен, Лис, Рэй и Лисо. Как вы видите, слухи, которые запустили в августе 2021 года, оказались правдивыми. И Ванен и Юджин попали в эту группу. Это очень круто, потому что они две очень талантливых девушки, и то, что они довольно так мало были айдолами в группе IZO1, группа просуществовала менее трех лет, это, конечно, обидно. И вот у них появляется еще один шанс дебютировать, которым они, конечно же, воспользовались. Спустя пару дней, где-то в десятых числах ноября, Starship Entertainment объявляют о том, что группа IVE дебютирует с сингл-альбомом под названием Eleven. Потом выходит несколько тизер-фото, забавный тизер-видео What I Have, и 1 декабря IVE официально дебютировали, выпустив сингл-альбом Eleven с одноименным заглавным треком. Помню, эта песня мне попалась еще тогда, и тогда я не знала, кто такие Starship Entertainment не знала, кто такие IVE, но, послушав эту песню, я подумала, хм, эта группа станет популярной, и я реально не прогадала. 3 декабря IVE впервые появились на корейском недельном музыкальном шоу, и это было выступление на Music Bank. А уже 8 декабря, то есть ровно через неделю с выпуска дебютного сингл-альбома, IVE на Show Champion заработали свою первую победу на недельном корейском музыкальном шоу. Они стали самой быстрой группой, которая заработала победу на недельном музыкальном шоу, обойдя рекорд Идзи. Кстати, с песней Eleven в итоге IVE заработали целых 13 побед, и их дебют был реально успехом. Но, как я часто говорю, всегда есть какие-то люди, которые чем-то недовольны. Из самого дебюта IVE Starship Entertainment обвиняют в том, что они как-то выделяют Ванен. Если смотреть на первый дебютный промоушен, то Starship Entertainment обвиняли в том, что они выделяют Ванен в нескольких нарядах, ну и плюс некоторым фанатам показалось, что финальная поза в песне Eleven как будто бы выстраивается вокруг Ванен. Но, в принципе, дебют был успешным. И уже 8 марта дебютный клип Eleven достиг сотни миллионов просмотров. И Starship Entertainment увидели, что дебют группы получился очень успешным. И поэтому уже 5 апреля IVE выпускает сингл-альбом Love Dive с одноименным заглавным треком. Это был первый комбэк группы, и он был настоящим успехом. За первую неделю в TikTok на хэштег Love Dive набралось более 200 миллионов просмотров. 15 июня, то есть меньше, чем через два месяца, клип на песню Love Dive достиг сотни миллионов просмотров. Прошло всего несколько месяцев с дебюта, а у группы уже есть два клипа сотни миллионов просмотров. Плюс именно во время промоушена трека Love Dive, я считаю, были самые iconic outfits у IVE. Вы посмотрите, здесь каждый наряд очень круто продуман. И тут, наконец-то, фанаты не жаловались на то, что Starship Entertainment выделяет Ванен. Ну и, конечно же, я сказала, что это был комбэк с сингл-альбомом, кроме песни Love Dive. В сингл-альбом также вошла песня Royal, и ее фанаты тоже сразу очень хвалили. И я ее вот недавно только нашла, недавно послушала. Это реально очень хорошая песня. 28 июня Ванен, Лиса, две участницы группы Oh My Girl и двое участников группы Gravity выпускают песню Blue Black в коллаборации с Pepsi. И уже 18 июля Starship Entertainment объявляет о том, что IVE готовится к своему новому возвращению, которое, скорее всего, будет уже в августе. И 22 августа IVE выпускает свой третий сингл-альбом Afterlikes с одноименным заглавным треком. В заглавном треке Starship решили использовать сэмпл из старой песни Gloria Gaynor I Will Survive. Нужно сказать, что этот сэмпл сам по себе очень хитовый, но и Starship его очень хорошо использовали в треке IVE. И с промоушеном песни Afterlikes она заработала целых 14 побед на недельных музыкальных шоу. В тот момент популярность IVE начала очень быстро расти, и уже 26 сентября клип на песню Afterlikes достиг сотни миллионов просмотров, хотя с его выпуска прошло чуть более месяца. И 19 октября группа IVE сделала официально японский дебют, выпустив японскую версию сингла Eleven. Чуть позже, в ноябре, Spotify пригласили поучаствовать IVE в проекте Spotify Holiday Single. В этом проекте музыкальная платформа выбирает лучшие, по их мнению, треки и предлагает артистам переосмыслить их и переделать под рождественскую идею. IVE стали первой кей-поп-группой, которые поучаствовали в этом проекте, и переделать они решили свой сингл Afterlikes. Песню выпустили эксклюзивно 26 ноября только на Spotify. Ну и, конечно же, конец года в Корее это период огромных музыкальных премий, и IVE заработали очень много побед и на Melon Music Awards, и The Fact Music Awards, и Мама. И, конечно же, фандом начал поздравлять группу IVE, но были некоторые люди, которые усомнились в честности побед этой группы. Некоторые фанаты начали говорить о том, что там Eugene, или Серафим, или еще длинный список групп более достойны, чем IVE, но мне все-таки кажется, такие споры возникают в принципе всегда. Кто-то доволен победителем, кто-то недоволен. Но, тем не менее, IVE не обращали внимания на этот хейт, их поддерживали фанаты, и уже 3 января группа представляет дизайн своего ластика. И тут не обошлось без хейта. Некоторые сказали, что вообще ластики кип-поп-групп четвертого поколения очень скучные и все однотипные. Кто-то вообще сказал, что Lastic IVE это копирка ластика SP. В общем, ластик вызвал неоднозначную реакцию. 16 января, чтобы закрепить успех своего японского дебюта, IVE выпускает японскую версию своего хита Love Dive. Ну и чуть позже, в том же январе, IVE становится моделями бренда Papa John's Pizza. Что-то потянуло айдолов становиться амбассадорами брендов пиццы. Вот недавно I used to be a ambassador Dominos Pizza Korea, тут еще и IVE. Видимо, группы хотят бесплатные пиццы. Ведь когда группы становятся амбассадорами каких-то брендов одежды, бренды присылают им эксклюзивную одежду. Ну а если они амбассадоры пиццы, значит им либо бесплатная пицца, либо эксклюзивная пицца. А 11 и 12 февраля IVE провели первые фан-концерты, которые пришли в Olympic Hall в Сеуле. Конечно же, так как это было первое большое мероприятие IVE, Dive, фандом IVE, очень заморочились, сделали кучу фан-проектов, развесили плакаты, запускали шары в небо. Ну и, конечно же, Starship Entertainment тоже подошли с креативом к этому мероприятию, назвали его The Prom Queens, королевы выпускного. И на этом мероприятии была будка, в которую можно было подойти и выбрать, какую из участниц группы вы считаете королевой выпускного. В общем, все как в американских фильмах. Спустя неделю после проведения успешных фан-концертов в Сеуле, Starship поняли, что у IVE уже довольно сильная и большая фан-база в азиатском регионе. Поэтому они решили, что The Prom Queens – это не одиночные концерты в Сеуле, а целый мини-тур фан-концертов по городам Азии. В этом туре IVE посетили Токио, Кобе, Манила, Тайпей, Сингапур и Бангкок. Ну а уже 16 марта в 2023 году Starship Entertainment объявляет о том, что IVE 10 апреля выпустит свой первый студийный альбом, который получил название IVE IVE. В тот момент все это название начали с него как-то смеяться, но лично мне кажется оно очень забавным и милым. Кстати, в студийном альбоме IVE IVE 11 песен, и это офигенная отсылка на названиях дебютного трека Eleven. Ну а уже 24 марта Starship Entertainment объявляет о том, что IVE подписали контракт с Columbia Records для международного продвижения. Это, конечно, был очень хороший шаг, потому что у IVE уже очень сильная фан-база в Азии, и им нужно продвигаться на международный рынок. И после того, как они подписали контракт с Columbia Records, сразу же решили начать продвигаться. 27 марта IVE выпускает свой пререлизный сингл Kitsch. Песня мне очень понравилась, и это был хороший прогрев аудитории перед предстоящим альбомом. Ну а 10 апреля IVE презентовали свой первый студийный альбом IVE IVE за главным треком I Am. Кстати, это был первый раз, когда название альбома и название заглавного трека не совпало. Что сказать о песне I Am? Это реально новый уровень для группы IVE. Клип, видно, стал что уже более интересным, более дорогим. Видно, что Starship Entertainment уже поняли, что IVE это успешная популярная группа, и чтобы у группы стало больше фанатов, нужно вкладывать больше средств и усилий в продвижение группы IVE. Кстати, на днях режиссер клипа I Am поделился очень интересной историей, связанной с съемкой этого клипа. Оказывается, Ванен на съемках очень сильно повредила руку и два дня не присутствовал на съемочной площадке. Когда она все-таки вернулась, у нее было целых семь швов на руке. Но так как Ванен настоящий профессионал, она не показывала, что ей было очень больно и продолжала выполнять свою работу. Но съемки клипа, конечно же, проводятся не за день до релиза, поэтому на момент выпуска альбома IVE IVE Ванен уже чувствовал себя намного лучше, и поэтому на дебютном шоукейсе появились все шесть участниц. Но 11 ноября, на следующий день после выпуска альбома, Starship Entertainment объявляют о том, что Рэй не будет участвовать в продвижении альбома IVE IVE из-за своего плохого самочувствия. Это было очень обидно, потому что это был не простой камбэк, а продвижение первого студийного альбома. У IVE было очень много интересных нарядов, очень много интересных выступлений, но, к сожалению, Рэй все это пропустила. Хотя, с другой стороны, конечно же, если она себя плохо чувствовала, то в первую очередь нужно позаботиться о своем здоровье и только потом уже возвращаться к карьере айдола. 26 мая Starship Entertainment объявили о том, что Рэй уже себя намного лучше чувствует, и она возвращается к групповому продвижению. Во время промоушена альбома IVE IVE в Starship уже начали прогревать аудиторию перед релизом нового альбома. Я помню, я увидела новость о том, что IVE выпустит новый альбом 31 мая, и реально не поверила, только же 10 апреля вышел альбом IVE IVE. Но, как оказалось, 31 мая IVE сделали японский камбэк, выпустив японский мини-альбом Wave. В альбом вошло два оригинально японских трека, а также переиздание трех корейских треков на японском языке. 12 июня клип на песню I Am достиг сотни миллионов просмотров. У IVE есть четыре клипа на заглавной треке, и у всех у них более 100 миллионов просмотров. Кстати, на кич сейчас 82 миллиона, так что в ближайшее время будет уже пять клипов с сотни миллионов просмотров. Ну и посмотрев на успех и любовь фанатов у группы IVE, бренд Puma назначает группу амбассадорами в Азии и Тихоокеанском регионе. Но 8 июля IVE проводит последний концерт в рамках мини-тура The Prong Queens. Концерт прошел в Бангкоке. Но уже 13 июля IVE выпускает свой новый трек I Want в коллаборации с брендом Pepsi. И некоторым фанатам клип на песню I Want показался немного похожим на недавний клип Ильзи «Battle Me». Кстати, выпуск песни для бренда газировки стал уж очень популярным среди кип-поп-артистов. В июне прошлого года трек Blue Black, весной этого года New Jeans выпустили несколько песен для Coca-Cola. Кстати, у New Jeans мне очень понравилась их песня Zero, и на моем канале даже есть видео, в котором я разбираю полную карьеру группы New Jeans. Можете посмотреть его по ссылочке в подсказках. Ну и вот, в июле IVE тоже решили выпустить песню для Pepsi. Кстати, у IVE сейчас получилась очень хорошая комбо. Они амбассадоры бренда Pizza и выпускали песню для Pepsi, так что имеют некоторые связи с брендом. Меню для идеального вечера просмотра кино уже готово. С дебета IVE прошло уже полтора года, и за это время IVE сделали очень хороший скачок в своей карьере. У них уже есть большая фан-база, коллаборации с крупными брендами, а также хитовые треки. Только за 2023 год IVE уже выпустили студийный альбом, японский мини-альбом и даже специальную песню для бренда Pepsi. Ну и конечно же, скорее всего, во второй половине этого года IVE также сделают камбэк. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, так YouTube поймет, что это видео интересно и его нужно рекомендовать другим пользователям. Ну а также не забывайте про подписочку на мой канал, чтобы быть в курсе всех самых важных кейпов новостей.